концентрированный пищевой продукт тенториум плюс на сухом меде в его составе как и в классическом драже те же активные компоненты это пыльца цветочная или пчелиная обножка экстракт прополиса с одним лишь отличием добавлением рецептуру сухого меда марат чем похож новый продукт отличается от классического леон драже это гранулированная смесь порошкообразных компонентов которые содержат мед содержание активных веществ пыльцы экстракта прополиса идентична и соответствует их содержание в рецептуре классического драже тенториум плюс наличие сухого меда в драже усиливать действие активных апифитокомпонентов обеспечивает длительный срок хранения продукта оставаясь при этом таким же вкусным и полезным марат ты сейчас сказал о гранулированном продукте а в чем же заключается технология создания эти гранул концентрированные пищевые гранулы это наше ноу-хау подготовленную порошкообразную массу в данном случае это цветочная пыльца экстракт прополиса сухой мед мы свешиваем в автоматических установках доводим до пастообразной массы затем получены агломераты гранулирован с последующим доведением до стандартного размера гранул ну и пришло время поговорить об активных компонентах из продуктов пчеловодства цветочная пыльца или обножка они нам расскажет пчеловод практик с многолетним опытом работы на промышленных пасеках и бортевых угодьях компании тенториум начальник отдела инновационных разработок кандидат биологических наук николай викторович а в день встречаем николай добрый день здравствуйте пчелиная обножка что это такое и как и и заготавливают пульсовую обножку именно так называют этот продукт чего сосов отец весной гост заготавливают на пасеках с помощью пульсу ловители устанавливаемых перед входом пчел воли одна обножка весит порядка 10 миллиграмм хороший день можно собрать несколько сот грамм пыльцы а за сезон от одной пчелы можно собрать всего до двух килограмм и у нас есть небольшая видеозарисовка о сборе пыльцы и 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 Пыльца Пыльца – это очень нежный продукт, который требует бережного отношения к сбору и хранению. Так ли это? Изначально пыльца в растении имеет высокую влажность. Плюс пчелы склеивают ее секретом своих слюных глёточных желез. В итоге отобранная у пчелы обножка имеет высокую влажность, что может привести к ее быстрой порче. Она должна быть немедленно либо заморожена, либо высушена для хранения. На заводе Тенториум Роланд обножка хранится в соответствии с тереброй безопасностью для сохранения всех полезных свойств. Какие особенности биологических свойств пыльцы для человека и для самой медоносной пыльцы? Пыльца содержит множество полезных веществ, определяющих ее пищевую ценность как для человека, так и для медоносной пчелы. Энтопофильные насекомо-опыляемые растения вырабатывают пыльцу для привлечения насекомых опылителей в качестве пряника за оказываемые услуги по опылению. И часть веществ, особо жирорастворимых веществ, каротиноиды, стерины, жирные кислоты, витамины расположены на поверхности пыльцевого зерна для удобства распознавания их пчелой. Эти вещества очень лобильные соединения, поддержаны окислением. Именно поэтому и вводятся жесткие условия ее хранения. Да, Николай, спасибо огромное за твой содержательный рассказ. Удачного тебе пчелосезона, медосбора. Мы с тобой не прощаемся и увидимся сегодня еще. Ну а сейчас поговорим об эффективности концентрированного пищевого продукта Tintolium Plus на сухом меде. Он моментально усваивается, тает во рту, высвобождая все активные компоненты, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта за счет противовоспалительного, противомикробного и противобиотического, то есть способствующего росту полезной микрофлоры кишечника действием. Пыльца. Это белковый продукт, оказывает анаболический эффект, то есть способствует увеличению роста массы при дефиците, является адаптогеном и иммуномодулятором. Кроме этого, пчелинная обножка имеет антиатеросклеротический эффект, направленный на коррекцию высокого холестерина в крови и профилактику атеросклероза. Кардиотонический, то есть это защита сердца и сосудов, противовоспалительный, ранозаживляющий, а также регулирующий влияние на перистальтику. Не забываем о том, что он стимулирует эритроэйкопаэс. Прополис, входящий в рецептуру дрожжа, усиливает действия пыльцы в отношении противомикробного, противогрибкового, противовирусного и противовоспалительного и противоязвенного эффектов. Также пролонгирует действия антибиотиков и некоторых фармпрепаратов. Проявляет местно анестезирующее, регенераторное, стимулирующее кровотворение и иммуностимулирующее действия. Свойства нового продукта идентичны свойствам классического дрожжа Тентуриум+. Восстанавливает обменные процессы при старении, эликсир молодости, геронтологическое средство. По данным ВОЗ, среди долгожителей земли свыше 100 лет. 76% это пчеловоды. И те, кто употребляет продукты пчеловодством. Кроме этого, дрожжа улучшает функцию печени. А, например, при вирусном гепатите снижает уровень билирубина и риск хронизации процесса сводит к минимуму. Увеличивает количество эритроцитов гемоглобина, что позволяет использовать Тентуриум+. При анемии. Регулярное употребление в течение 2-3 месяцев приводит к увеличению эритроцитов на 30%, а гемоглобина на 15%. Также показано детям из группы. Дети, часто болеющие, как не специфический иммуномодулятор и адаптоген. Не забывайте о том, что дрожжи стабилизируют липидный обмен, снижают уровень холестерина и триглицеридов. Рекомендовано для профилактики и в комплексном лечении атеросклерозом. Способствует нормализации ритма сердца и артериального давления. Также положительно влияет при стрессах неврастения. Укрепляет капилляры и улучшает микроциркуляцию в сосудах головного мозга. Незаменимо при простатите, приводящем к мужской слабости. При этом улучшает рост, восстанавливает энергетические затраты при занятиях спортом и напряженной умственной работе. Повышает толеранность организма к высоким физическим и эмоциональным нагрузкам. Снижает уровень мочевой кислоты, что позволяет использовать Тенториум Плюс на сухом меде при подагре. И мне начали поступать вопросы в чат и задают вполне прогнозируемые вопросы. Что лучше, Драже Тенториум Плюс, классический или на сухом меде? Выбор за вами. Два продукта идентичны по свойствам. Тенториум Плюс на сухом меде это новый продукт, который смогут использовать те клиенты, которым важно отсутствие сахара из-за моды или по тем или иным соображениям. Но, как я уже отметила, употребление сахара в определенных количествах абсолютно безопасно. Это доказано множеством исследований. В новый Тенториум Плюс вообще не используется сахар. Так ли это? Верно. Он на сухом меде. Еще один вопрос. Можно ли сухой мед применять диабетикам? Гликемический индекс, о котором мы сказали сегодня, сухого меда практически равен гликемическому индексу натурального меда. Поэтому да, можно. Однако, клиенты с сахарным диабетом так или иначе должны держать уровень глюкозы в крови под контролем и выполнять все рекомендации своего врача. Еще один вопрос. Можно ли его использовать детям? Безусловно. Согласно детским дозировкам. Я думаю, что надо эти дозировки озвучить. С года до 3 лет мы рекомендуем по 1-4 чайной ложки. 1-2 раза в день за 30 минут до еды. С 3 до 7 лет это по 1-3 чайной ложки. Тоже 1-2 раза в день за 30 минут до еды. С 7 до 13 лет это пол чайной ложки 1-2 раза в день. И с 14 лет это взрослая дозировка по чайной ложке 1-2 раза в день. Также до еды. Еще один вопрос. Если у меня аллергия на мёд, жидкий мёд, можно ли мне принимать продукты с сухим мёдом? Для начала следует проверить реакцию своего организма на продукцию тенториум с сухим мёдом. То есть разведите небольшое количество продукта и выпейте его. Если аллергическая реакция проявилась и сохраняется, откажитесь от употребления. Ну и ещё один вполне прогнозируемый вопрос. О срок годности этого продукта? Такой же, 12 месяцев. С другими продуктами, с дрожжами, медовыми композициями или бальзамами. Да, можно. Одной банки хватит ли на курс? Да, в принципе, рассчитано как раз было на курсовое применение. И все противопоказания концентрирована продукта в виде грану, идентичны показаниям классического дрожжа тенториум плюс. Ну и, наверное, стоит сказать, как принимать. То есть разжёвывать, рассасывать, глотать и запивать этот продукт в воде или без. Мы рекомендуем растворять одну чайную ложку гранул в воде два раза в день. Но при этом кому как удобно. Можно принимать и без растворения в воде, а просто запивая гранулы любимым тёплым напитком. Они растворяются даже в холодной воде, заряжая энергией, даря запас жизненных сил и хорошее медовое настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова